Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим о том, сколько полезно есть яиц при сахарном диабете и при ожирении. Очень часто пациенты приходят на приём и говорят, доктор, я люблю есть яйца каждый день, но мне же нельзя. Сегодня мы разберём, можно ли есть яйца каждый день и сколько же полезно есть яиц. Если рассматривать яйцо, то белок яйца это чистый белок с высокой биодоступностью без примесей. То есть в белке не содержится ни жиров, ни углеводов, это очень важно, поэтому его так ценят спортсмены и люди, снижающие вес. В желтке содержится большое количество жиров, но там не только животные жиры, там ещё и большое количество полезных веществ. Будь то лецитин, холин, витамины, микроэлементы мы дальше разберём. То есть если рассматривать яйцо целиком, и белок, и желток, то чем оно полезно и какой у него состав. Состав, калорийность белки, жиры и углеводы разбираем. На 100 грамм куриного яйца, 157 килокалорий, 12 грамм белков, 11 грамм жиров и всего 0,7 грамм углеводов. То есть углеводов крайне мало, это не повлияет на сахар крови. То есть яйцо мы считаем как белково-жировой продукт, если мы съедаем его целиком. Если мы убрали желток, то белок это просто чистый белок. Чем полезны яйца? Яйца богатыми витаминами и микроэлементами. Это витамин А, витамин Д, витамин Е, большое количество селена. Это цинк, хром, это витамин А, ПП, калий, кальций, фосфор, кобальт и другое. Если мы рассматриваем одно среднее яйцо, то в одном среднем яйце 78 килокалорий, 6 грамм белков, 6 грамм жиров и 0,4 грамма углеводов. Это яйцо весом 50 грамм. То есть мы видим одно среднее яйцо, не калорийное, однако при этом много белка и достаточно много жиров. Чем нам полезны яйца? Как я уже сказала, первое это белок с высокой биодоступностью без примесей. То есть если мы выкинули желток, взяли просто белок, то как дополнительный источник белка просто прекрасно. Его и достаточно легко переварить, и он не повысит сахар, не окажет влияния на холестерин. То есть часто спортсмены едят много яичных белков, часто пациенты на снижении веса едят белок из, соответственно, яиц, из кальмара, из курицы. То есть из тех продуктов, где он максимально чистый. Следующее это, если рассматривать в желтке, в желтке содержится лицетин. Лицетин очень полезен для центральной нервной системы, то есть для головного мозга. Он участвует в процессе построения мембран нервных клеток, то есть на влияние на память, на скорость мышления, на ясность нашей мысли. Кроме того, лицетин нужен для нормальной работы печени. Он улучшает работу печени, улучшает структуру клеток печени и способствует нормализации желчооттока. Кроме того, в яйце содержится большое количество холина, который тоже необходим для нормальной работы центральной нервной системы. Яйцо богато антиоксидантами, то есть нужно для антиоксидантной защиты, для нормального состояния кожи, волос и ногтей. Кроме того, в яйце содержится каротиноидин, то есть витамин А для нашего зрения, плюс желток это витамин Д, а также к ажиорастворимые витаминные иммунные системы, углеводный обмен. Если же рассматривать минусы яиц, то за что собственно на яиц и ведется такой поклёб? Во-первых, есть люди с непереносимостью яиц, причем это может быть как яичный белок, так и яйцо целиком. То есть да, аллергии на яйца бывают, из-за этого яйца иногда убирают из аутоиммунных протоколов, почему? Потому что бывают аллергии, бывает как на куриные яйца, так и на все яйца. Куриное, перепелинное, по составу КБЖУ это схожие, ну то есть просто перепелинное маленькое, куриное большое, одно куриное это несколько перепелинных, но в целом схожие. Есть люди, у кого есть аллергия на куриное яйцо, но нет на перепелинное, пожалуйста, тогда взяли перепелинное, собственно тоже чистый белок и желток с жирами, да? То есть первое это аллергия и второе то, что касается холестерина. Очень долго кардиологи спорили, оставить ли яйцо пациентам с высоким холестерином, либо же исключить. Если рассматривать современные рекомендации, то 2 яйца в день безопасны по влиянию на уровень холестерина. То есть если у пациента повышенный холестерин, он получает гиполепидемическую терапию, соблюдает диету, то 2 яйца в день мы можем съесть целиком и белок и желток, но больше уже нет. То есть захотели яичницу из 3 из 4 яиц, да, к примеру, мужчины же едят достаточно такую большую порцию, так часто бывает. Просто если холестерин у вашего мужа повышен, да, там или нас мужчины слушают, при повышенном холестерине вы 2 яйца кладете целиком, а остальные 2 только белки. Ну обычно желток идет в кошечке, собачке, там либо куда-то в готовку, да. Таким образом, если же у вас хороший уровень холестерина, хороший липидный спектр, то есть либо протеиды высокой плотности, низкой плотности в норме, пожалуйста, вы можете съедать столько яиц в день, сколько вам хочется. То есть да, тут есть небольшое количество животных жиров, но если при этом у вас диета сбалансирована, то есть у вас есть и растительные жиры, оливковое масло, авокадо, орехи, семечки, масло тыквы, масло виноградной косточки, кедровое масло, то есть полезные растительные масла. Если у вас есть рыбий жир в диете, то есть морскую рыбку вы кушаете жирную, икру вы кушаете, омегу-3 рыбий жир принимаете, то, пожалуйста, животные жариться совершенно спокойно кушаем. То есть, резюмируем, яйца это полезный продукт, белок чистый, качественный, не повлияет ни на сахар, ни на холестерин. По количеству желтков пациентам с повышенным холестерином до 2 желтков, то есть 2 желтка каждый день можно, больше нельзя. Пациентам с нормальным холестерином не ограничиваем количество яиц. И помним, друзья, что для того, чтобы наш организм был здоров, питание должно быть максимально разнообразным в пределах пищевой переносимости и разрешения ваших диетических. То есть мы берем не только белок из яйца, мы берем рыбу, курицу, мясо, грибы и так далее. То есть чем более разнообразна наше питание, тем больше разных видов аминокислот, витаминов, микроэлементов мы получаем. То есть мы не уходим в дефициты по продуктам. Поэтому, друзья, старайтесь разноображивать ваш рацион в пределах, соответственно, допустимых продуктов в вашей диете. Больше информации о правильном питании, для лечения диабета, для лечения ожирения вы узнаете в школах питания на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, что интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы!